Музыка Итак, главное собратись сегодняшнего дня. Мы презентуем новый проект Всеукраинская актерская школа. Организаторы этого проекта Школа открывается в 17 городах Украины. В том числе в Мариуполе-Калинке. Сегодня он как раз переструет именно школу Мариуполе-Калинке. Я хочу сейчас предоставить Семена президенту Международной организации Мариуполе-Калинке, который сегодня у нас в Казах Ильяна согласился приехать в Киеве. Приятно? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно было приехать и быть встреченным замечательной, приятной, творческой атмосферой, улыбками, температурой минус 7, которая никак не огорчила меня. Я хотел бы два слова сказать об организации, чем он занимается и почему мы пришли к Донецке в Мариуполе. Мы в Украине представляем сразу две международные структуры. Это ассоциация, международная европейская киноассоциация Ниссимаса, которая занимается образовательными мероприятиями, проектами, съемками, но и известна в большей степени по молодежной газете при Каннском кинофестивале. И Международная федерация киноклубов. Федерацион Интерненциональ Дос Сиди Клуб. Вот так как это звучит. Организация занимается образовательными проектами, мероприятиями, которые помогают получить определенный образовательный опыт, опыт практический в сфере кинематографа, телевидения и мультимедиа. Сейчас председательство присутствует в более 15 городах Украины, а у нас опыт более трех лет уже. И сейчас те проекты, которые мы запускаем, которые будут доступны в Донецке, это сразу три проекта. Первый проект, как оказала Ольга, и сейчас мы к нему вернемся, это всеукраинская артерская школа. Уникальность этого проекта получается в том, что ребята, которые прошли обучение, они смогут дальше себя испробовать на практике, боимых, на кастингах и съемках фильмов, передач и различные проекты, телевизионные и киношнику. Второй проект – это поддержка киноклубов. Киноклубы планируют, мы начинаем поддерживать как информационно, медиаподдержку, так конституционно, как правильно проводить, кого приглашать. Далее это возможность по поддержке контента, фильмы, авторы, которые дадут согласие, уже дадут согласие на то, что фильмы были показаны. И самое важное, интересное, проблемное – это люди, которые могут грамотно вести эти киноклубы, кинокритики, киноведы и просто хорошие люди с опытом в работной сфере кино. Дальше еще один проект, достаточно интересный, мы его в ближайшие дни тоже стартуют, проект поддержки киноклубов. Это тоже поддержка информационно-консультационно- поиск команды, помощь по дистрибуции, показы по Украине и помощь в поиске партнеров. Сейчас мы, например, работаем с такими интересными партнерами, которые нас поддерживают на национальном уровне, это Украинское национальное агентство «Украинфорум», это международная онлайн-платформа «Кинолайф», один из генеральных партнеров, который является «Синемаклуб» в нашей организации, национальный ресурс «Массовка.com.ua», адвокатское бюро «Адвины и партнеры», портал «Студнюсор.ua», всеукраинский портал кинотеатра «Уэй», международное удостоверение студента «Айсикс», инструмент прямого марпетинга «Фиджи», портал «Стемейфильм», газета «Голос Украина», журнал «Молодость Крестандрови», «Корреспондент.нет», национальный портал уже поддерживал наш проект, «Гайна Тива», «Мастер-класс», конкурс поддерживал, сейчас тоже планируем поддерживать. А, еще хотел сказать, что мы очень плотно сотрудничали на национальном уровне с председательством организации «Девятых наций» в Украине, поддерживали конкурс совместно с компанией «Делл», соорганизовали конкурс, призем которого была поездка на съемки фильма «Набуа», полностью оплачиваемый перелет, проживание три месяца на съемочной площадке и уникальный опыт в море, творчество. Это придает слово «Подвин». Чтобы более подробно сказать, что такое всеукраинская школа в Донецке и чем она интересна. Проект «Всеукраинская школа» уже стартовал. Сейчас у нас идет предполаганная компания «Девятых наций» Принцип регистрации участников такой. Вначале они заполняют онлайн-зарядку, потом по этой онлайн-зарядке с ними созваниваются, приглашают в собеседование в кастинг и после этого люди зачисляются в курс. Курс рассчитан на три месяца. По окончании курса ребята получают сертификат международной организации «Сима Хоу» и это дает им право участвовать в кастингах, съемках различных компаний, которые являются платформами компании «Сима Хоу». На сегодня уже в Мариуполе практически группа «Сима Хоу». Генеральным информационным партнером проекта «Всеукраинская актерская школа Мариуполе-Донецк» в Донецке выступил сайт «Арт-Донецк». Генеральными локальными партнерами в Донецке выступил «Арт-Донецк» и в Мариуполе группа «Компания Максим». Также партнером «Всеукраинского актерского проекта» в Мариуполе выступила общественная организация «Арт-Домы» и творческий проект «Арт-Лаборатория». Преподавателями в Мариуполе будет действующий режиссер с большим уже опытом работы, который готовил уже нередную штуку актерскую, который готовил аудиториентом для выступления в Музы и СМУС Игорь Александрович Шрэйк. В Донецке актерскую школу будет вести актер на «Жар-Домы». Сегодня он у нас присутствует на встрече и я ему предоставляю слово. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Ну, во-первых, это действительно очень интересный проект, особенно интересным для меня стал тем, что за три месяца нужно дать актерскую мастерскую мастерскую школу, а зачастую виду, которые я в жизни с этим не сталкиваюсь. Поэтому была разработана достаточно серьезная программа, которая в 12 занятий вместила в себя достаточно большой объем актерской школы. Занятия будут не то что в основном, а полностью, практически. Это будут тренинговые занятия, направленные на снятия внутренних и внешних зажимов таких, кстати, присутствуют непрофессиональных актеров, никогда не работавших с нами. Есть такое замечательное выражение, актерскому мастерству нельзя научить. Его можно научиться. То есть, можно учиться 10-20 лет и ничего абсолютно для себя не вынести. Можно отучиться три месяца и выйти из этой, скажем так, студии уже не подготовленного абсолютно, но человеком с хорошими актерскими заданиями. Дальше мы одним словом нашим дорогим партнерам. Что еще обрет возможности актерская школа? Хотел представить, что это именно АЗ. За три месяца нужно человеку узнать то, без чего в принципе его существование как актера невозможно. Не должен актер знать, что такое система Станиславского-Чекова. не просто там, а на практическом области. Дальше это возможность обмена опыта участниками других городов. Мы сейчас проработали практически эту программу, как этот обмен будет проходить. Дальше ежемесячно раз в три месяца будет на встрече выпускников проходить из разных городов Украины. Это будет обмен опытом, возможно, это будет образовательная тоже сессия. И тоже мы как бы также мы вносим наших участников, выпускников базы актерской Украины. ребята попадают в базу, начинают получать информацию о кастингах, попадают в информационное поле этих кастинговых съемок. Теперь, наверное, хотелось бы дать слово партнерам. по-моему, что я хочу сказать. То есть, в принципе, вот проект на мой взгляд, он хорош и интересен чем? Он интересен тем, что масса людей, которые не успели или не смогли или не у них нет возможности финансовый и так далее, получить полноценное актерское образование, но которые стремятся к творчеству, которым хочется увидеть себя на экране и, возможно, у них есть для этого все основания, но нет, как говорится, финансирования. они как раз могут попробовать себя и понять, насколько это реально, насколько это все-таки для них. Донецк город очень творческий, людей у нас очень много талантливых, надо, чтобы они могли показать себя и чтобы они могли как-то скрывать свои таланты. Мы со своей стороны всемирно будем содействовать, будем публиковать все новости происходящего вокруг проекта. А сейчас я буду доставлять слово хозяйке этого замечательного арт-клуба Телеграфа Ильичкина. Спасибо. Я рада приветствовать всех вас в Телеграфе. Я думаю, многие уже знают, что Телеграф это такая творческая среда. Я бы даже сказала, это уже такая большая творческая семья. Потому что мы будем за то, чтобы каждый чувствовал себя как дома у нас. Ну и всячески будем так наглядать вас, чтобы вы развивались в консентале и будем дружить. Синемакул сотрудничает, поддерживает больше 25 фестивалей, включая фестиваль кинофест Мерксинема Нью-Йоркский, включая фестиваль Люмис Филм Тестер в Афганистане, сейчас в Македонии два фестиваля хотят сотрудничать, фестиваль турецкий молодежный, потом в России начало, Золотая Пятерка, Студ Синемафест. То есть мы поддерживаем фестивали на глобальном уровне. Вы встречали ребята вопросы? Какие вопросы? Нам хотелось с Эликом пообщаться. Мы просто ответили на один из моих вопросов. Какой имена? Кроме актерской школы. Ну я слышала, у вас тоже какие-то идеи, да? Да, у меня идеи есть, я поделюсь с ними. Конечно, у нас такая свобода, атмосфера общения. Что меня сильно интересует, больше, я так понял, захваты полностью и детскую, и молодежную, и поле старшую. Да, да, да. То есть мы не ограничиваемся в возрасте, потому что в кино нужны разные части. У меня проект есть такой, я хочу сделать, сначала хотелось говорить вообще молодежный канал просто, потом подумал, решил, что молодежный канал уже есть. А вот канал молодежный, для молодежи, который делает молодежь, это по-моему интереснее. Вас смотрят уверенно много из Москвы, из Днепрограда, из Киево. Мы когда работали с хоккейным у нас была аудитория, Украина, Россия, потом Казахстан, Белоруссия, Латвия, Польша, Франция, Англия и США даже смотрели. Можно посмотреть порядка миллиона зрителей. Надо же все-таки сначала заниматься делом, а потом уже заработать родители. Вы совершенно оберегаете? Ну, я хочу сказать, что авторское кино очень многим вдохновляет. Я просто по своему опыту говорю, что со мной работают профессиональные операторы, операторы-любители. Но, как правило, многие работают на каких-то телеканалах и их работа ограничивается только репортажными съемками. А им хочется развиваться, хочется расти. Поэтому очень многие согласны авторское кино снимать совершенно на благотворительной основе для того, чтобы была динамика развития. Предложение интересно, и я думаю, что можно его отправить по сети действующих кинофунктов. У ребят во многих киностудиях, любительских, есть уже готовые проекты. Спасибо. Спасибо вам большое за вопросы. Спасибо, что доехали, что не остались пить чай и работать. Спасибо громадным. А, и символический... Подожди, подожди. Подожди, подожди. Ребята, резь, подожди. Кадры, кадры, кадры. Я плохо? А теперь сюда, пожалуйста. Посмотрите. Ура!